Почти вы все. Сейчас будут все. Хорошо. Минутная готовность. Последние стулья расставляются. Вообще-то, я первый раз на фестивале такого рода. Я, конечно, хотела сказать, что в сущности, говоря, я не говорю, что в сущности, говоря, что в сущности, мы разом оказались, кто не выезжает из другой страны, как бы в другой стране, кто выезжает в другой стране. Но, по крайней мере, Советский Союз далеко не благостное государство. Но когда он закончился, закончилась некая страна. Закончилась некая страна. Значит, мы попали в другую страну и таким образом стали эмигранты. И, значит, тем не менее, фестивали такого рода, наверное, очень важны еще потому, что необходимо разрушить какую-то вот эту благостную атмосферу провинции, которая неизбежно складывается, когда все люди собираются вместе и друг к другу. И когда сталкиваются разные политические системы, когда жестко критикуют, собственно, участников фестиваля, конкурсантов, я думаю, что это очень полезно и хорошо. Потому что, конечно, поэзия – это далеко не благостное дело. Да? Жесткое, страшное, неприятное, совсем не благостное. Значит, сейчас я просто, чтобы вас не слишком задерживать, я прочту несколько стихотворений. Мир трещит по швам, словно старый костюм из прорех. Выползает дым там внутри, на светящемся теле, в самой его середке, в огне на его сердцевинке проступают темные знаки, татуированные цитаты то ли из перси-бешейшели, то ли из мэри-шели, сочинительницы, инфетки, что-то там о чудовище, разрушающем все до основания, ищущем отцовского одобрения. Понимаю. Обожание. Живет, жужжит, шевелится, жмется цветам, из лаком, немножко гудроном, немножко дегтем, гораздо больше разнообразной травой, большей частью пыреем, жаркий чашелистик цветка, время не движется. Это кашка, это полынь, это мальва, это жук-скакун, это жук-солдатик, это паук-сненокосец, это иволга, это удот, это сок лучик лоб, высоко не опасно, это косо, стоящий, отдельный осколок света. Вот они, последние бабочки, плодожорки. Не удержав ни одну крепость, даже эту нежную, белорозовую, когда-то имена связных выдавали еще до света, выдавали пароли при малейшем намеке. Более мы плохие солдаты, бинтовали раны невидимые снаружи, говорили, могло быть хуже, говорили, могло быть гораздо хуже, поскольку жилы не ускерским, не у севским, мы дружили, вытянуты клещами, и мы еще обращаемся с некоторыми вещами, лучше, чем заслужили, и на альхеза прокинул голову, пеночка такая, гатенькая такая, веночка, и последняя. У нее болит голова-живот, а она города переходит в брод. Ей нарком Луначарский сказал вперед, и она идет и глядит на нее, трудовой народ, коллективный разинный рот. У нее болит голова-живот, У нее лягушонок внутри живет, регулируется декретом в цикл лунный цикл. У нее болит голова-живот, У нее сейчас каждый день, как год, под тапера пляшет воздавший флот, и старпу бьет. Ах, духи, Москва краснозвездный, шик во дворе, братва примыкает штык. Каждый план велик, каждый осип, брик на худой конец. Мандыш так. Спасибо.